В Доме дружбы города Махачкалы состоялась церемония оглашения послания Сергея Меликова Народному собранию Республики Дагестан. На встрече присутствовали депутат Госдумы Султан Хамзаев, председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов, депутаты Народного собрания Республики, руководители органов власти, председатель собрания депутатов Каспийска Абдуллахид Джаватов, заместитель главы Каспийска Арсен Шерифов, представители духовенства, участники СВО, журналисты, блогеры и многие другие. Началось оглашение с главной темы страны с 2022 года. Это специальная военная операция. Руководитель региона отметил, что сегодня республика активно помогает стране выстоять в борьбе с неонацизмом. В этом зале находятся замечательные люди, герои нашего времени в прямом смысле этого слова. Участники специальной военной операции. Воин непобедим, когда знает, что дома его родные окружены заботой вниманием. Общество, поддержкой государства, нахождением рядом близких людей. То, что мы идем в ногу со временем и практически параллельно с решениями нашего верховного главнокомандующего о укреплении кадрового потенциала, запуская, говорит о том, что мы в ближайшее время запускаем региональную версию кадрового проекта «Время героев». Среди участников спецоперации много талантливых людей, готовых пройти обучение и в перспективе занять ключевые позиции. Так как в органах власти, так и в сфере образования, здравоохранения, обеспечения безопасности, правопорядка. После всеприсутствующей почти репамять погибших солдат в ходе СВО минуты молчания. Дополняя тему об активном участии Дагестана в спецоперации, глава республики также напомнил, что наш регион всегда протягивает руку помощи всем, кто в ней нуждается. Так, за последние годы Дагестан помог жертвам землетрясения в Турции, беженцам из Сирии, Палестины и Украины. Кроме того, жители региона регулярно отправляют гуманитарную помощь. Дагестан традиционно протягивает руку помощи всем, кто в ней нуждается. В этом убедились пострадавшие от землетрясения граждане Турции и Сирии, беженцы из Палестины. Мы регулярно направляем помощь в Запорожскую, Херсонскую, Луганскую, Донецкую народную республику. Подытожил глава данную тему поручением организовать в текущем году фестиваль «Время героев» и торжество мероприятий к 25-летию разгрома международных террористов. После Сергей Меликов перешел к основным вопросам внутренней политики республики. Напомним, что в текущем году приоритетным является повышение уровня жизни и доходов населения Дагестана. Так правительству было поручено подготовить необходимые документы федеральной органы власти для обеспечения достойного правительства в новых нацпроектах. Очень важно, что в приоритете всех этих направлений является то, что 2024 год объявлен годом семьи. И для Дагестана с его вековыми традициями реализация данных мер приобретает особую важность. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрены значительные средства. Поручаю правительству республики своевременно подготовить и направить необходимые документы федеральные органы власти. В ходе собрания большое внимание уделено развитию экономики. На сегодняшний день органы власти готовы поддержать предпринимателей на всех этапах деятельности, в том числе оптимизировать процедуры реализации инвестпроектов, предоставить земельные участки без проведения конкурсных процедур и многое другое. В республике создана необходимая нормативная база. Бизнесу предоставляется организационно-информационная финансовая поддержка. Снижены административные барьеры. Открыты промышленные парки и особые экономические зоны с преференциальными режимами. Например, две территории опережающего развития – Каспийско-Дагестанские огни с налоговыми льготами и развитой инфраструктурой, с уклоном в поддержку малого и среднего бизнеса. Мы завершили внедрение регионального инвестиционного стандарта на республиканском уровне. В этом году нам предстоит провести эту работу и довести ее на уровень муниципалитета, что является самым сложным ввиду того, что многие главы муниципальных образований не понимают важности этой истории. Не понимают. А многие, скажу прямо с этой трибуны, рассматривают бизнес не как инвестицию в свой муниципалитет, а как некое вложение капитала в достижение определенных дивидендов, в том числе и в личных целях. Так не бывает. Подытожил глава данный вопрос решением обновить социально-экономическое развитие республики до 2030 года и ускорить процесс развития промышленности. Было поручено правительству продолжить всестороннюю поддержку инвесторов, улучшить механизм сопровождения проектов по принципу одного окна и привести республиканские нормативные акты в этой области в соответствии с федеральными. Напомним, что ранее в России поднимался вопрос об исламском банкинге. Так Сергей Меликов поручил начать подготовку специалистов в данном направлении. Одним из немаловажных вопросов стало развитие инфраструктуры в городах. На данный момент в республике вложение ухудшилось. Из-за хаотичных построек появились целые микрорайоны, в которых проживают десятки тысяч горожан без поликлиник, дорог, детских садов, школ, досуговых зон. В связи с этим было решено внедрять принципы и механизмы комплексного развития территорий в зоне своей ответственности при необходимости создавать специальные структурные подразделения органов власти. Также главу региона были подняты темы энергетического комплекса, модернизация инфраструктуры, железнодорожного транспорта, строительство новой взлетной полосы в аэропорту «Уйтаж» и другие актуальные вопросы. После окончания оглашения состоялась пресс-конференция Сергея Меликова с региональными журналистами «Ария Дагестан», «Мирмол», «ГТРК», «РГВК», «Телеканал Среда» и многие другие. Представители СМИ задавали руководителю региона интересующие их вопросы, связанные с соглашением послания.